Всем привет! Сегодня новое видео по тематике охотничьего минимума, а точнее правила охоты на копытных животных и медведей. Если не смотрели предыдущие видео данного цикла, обязательно посмотрите и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Будет еще много интересного. И первое, с чем мы разберемся, это со сроками охоты. Согласно правилам охоты, сроками охоты на копытных животных и медведей устанавливаются правилами охоты и в иные сроки, предусмотренные пунктами 25 и 31 правил охоты, а именно охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, акклиматизации перенаселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержание разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, регулирование численности охотничьих ресурсов, обеспечение ведения традиционного образа жизни и осуществление традиционной хозяйственной деятельности осуществляется в течение всего года, естественно, с соблюдением правил охоты. При осуществлении охоты на копытных животных и медведей, в случае их ранения, осуществляется их добор. Сразу после добычи копытных животных и медведей, еще до первичной переработки и транспортировки, охотник обязан сделать соответствующую запись в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. А в случае ранения копытного животного или медведей, то есть наличие крови или других признаков попадания, до начала преследования животного, охотник делает запись о ранении в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. И только после этого начинает добор раненого животного. На копытных животных на это отводится одни сутки, на добор медведя трое суток. По истечению этого времени добор прекращается и делается соответствующая запись в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. А в случае с медведем, также дополнительно охотник должен сообщить о недоборе раненого медведя в орган государственной власти, осуществляющий федеральный охотничий надзор в данном субъекте Российской Федерации. При этом разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным. При доборе раненого животного охотнику разрешается заходить в охотничьи угодья, которые не указаны в его разрешении на добычу. Предварительно, естественно, сделав в нем отметку о ранении добираемого животного. В этом случае еще до пересечения границы охотничьих угодий охотник, на чье имя выдано разрешение на добычу, должен любым доступным способом сообщить в закрепленных охот угодьях юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, заключившим охотхозяйственное соглашение, ну то есть законный охотпользователь. А в общедоступных охот угодьях органу государственной власти Российской Федерации, осуществляющий государственный охотничий надзор в данном субъекте Российской Федерации. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.